Дмитрий Елена Адалимов Дмитрий Елена Адалимов И сегодня мы будем также говорить истины из Библии, которые касаются этой темы. И начнем мы, наверное, с создания самой первой семьи на этой земле, которую создал Бог. Это семья Адама и Евы. Когда Господь создал Адама, человека, в самом эпицентре рая, в самом, знаете, лучшем месте, которое только могло было быть на этой земле именно после ее создания. Он создал Адама, но увидел, что ему не совсем радостно на этой земле. В самом эпицентре рая, мужчина, Адам, он не имел какой-то радости, и Бог это увидел. И он создал из ребра, взятого у Адама, у человека, взял ребро и создал ему женщину, создал ему жену. И когда Ева явилась Адаму, когда Бог именно завел женщину Адаму, то Господь говорил ему, вот это кровь от крови твоей, вот это плоть от плоти твоей, и да будут двое одной плотью. И стало так. И знаете, они имели общение с Богом. Это первая семья, которую создал Бог в раю, они каждый день, как мы читаем в Библии, они каждый день в тени райских деревьев общались с самим Всевышним, с самим Богом, создателем неба и земли. Но, знаешь, был кто-то, был кто-то, как и сегодня эта личность есть, его имя Сатана, его имя Дьявол, который завидовал счастью этих людей, завидовал счастью, почему? Потому что Бог назвал их венцом своего творения. И дьявол завидовал, и он захотел разрушить эту семью. И чтобы разрушить эту семью, самое первое, самое главное, что он сделал, он разрушил их отношения с Богом. Он обольстил их, и обольщением заставил не слушаться Слова Божьего, которое Господь говорил когда-то Адаму, что не вкушай от дерева познание добра и зла. И общаясь с женщиной, общаясь с Евой, змей, сатана в образе змея, он сделал все, чтобы отделить эту семью от Бога. И когда ему это удалось, эта семья лишилась своего благословения. Эта семья лишилась своего места в эпицентре рая. И через некоторое время эта семья увидела самое ужасное, когда их сыновья убивают из зависти друг друга. Это знаменитая история из Библии, когда Каин убивает Авеля. Каин убивает Авеля из-за зависти, потому что Бог взял жертву Авеля, а жертву Каина не взял. И родители Адам и Ева увидели своими глазами, какие, знаете, какие ужасные, какие ужасные последствия имело их отступление от Бога. И сегодня телезрители канала ТБН, вы видите нас. И, может быть, у вас есть что-то, знаете, что-то неладное в ваших семьях. И я думаю, что корнем вот этих всех нехороших, не очень хороших вещей является, конечно же, отсутствие Бога. Верните Бога в вашу семью, верните Бога в ваши жизни, верните Бога в ваши взаимоотношения, и вы увидите, как вернется рай в ваш дом. Удивительную историю рассказал Олег, и очень здорово, что ты с нее начал, потому что на самом деле счастье семьи, оно зиждется на Боге, на отношениях с Богом. И знаете, каждый, наверное, человек на земле, он просто мечтает иметь счастливую семью. Вы знаете, сколько людей, например, одиноких женщин, одиноких матерей, которые с завистью в глазах провожают какие-то семейные пары, которые идут, улыбаясь друг к другу, они окружены детьми, они счастливы. И этот одинокий человек, он не смог построить свое счастье. В чем причина? Вы знаете, есть такая поговорка, что семьи счастливы одинаково, но несчастные они по-разному. Почему? Потому что в несчастных семьях каждый тянет одеяло на себя. Ведь то, о чем говорил Олег сегодня, то, что счастье семьи, оно зиждется на Боге, на Слове Божьем. И я помню, когда мы были молодыми христианами, у нас проводились какие-то обучения, обучающие семинары о том, как строить семью. И все это было приправлено Словом Божьим. Потому что на самом деле я вижу, что люди, которые не знают, как строить семью, основываясь на Слове Божьем, они в итоге терпят кораблекрушение и в вере, и в своей семье. Поэтому то, что ты сказал, это очень важно. Бог должен быть на первом месте. На первом месте в семье. Тогда вы увидите счастье. Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. И Бог благословляет семьи. В Библии написано, что нехорошо быть человеку одному. Муж, жена, дети – это самое замечательное, что есть на этой земле в нашей жизни. Но также еще в Библии сказано, если станет преодолевать кто-то, либо одного, то двое устоят против него. Если мы ходим по этой земле, и мы сталкиваемся с проблемами, какими-то сложностями, одному человеку тяжело. Но если мы вдвоем, если мы еще и с Богом, если муж и жена поддерживают друг друга, они вместе, они любят друг друга, что бы ни происходило на этой земле, в их жизни, они все смогут преодолеть вместе и с Богом. Потому что Бог благословляет. Нужно молиться друг за друга, поддерживать, вдохновлять друг друга, любить друг друга, и тогда будет счастье, и тогда будет благословение в семье. И действительно, когда мы смотрим на семью, всегда, если, например, приходит какая-то проблема, это не значит, что все, ты виноват в этой проблеме. И начинается взаимное обвинение друг друга. Это неправильно. То есть всякую проблему можно решить только сообща, только вместе. Если мы действительно советуемся друг другу, если в нашей семье что-то предстоит, какие-то перемены, что-то необходимо изменить, то это все нужно делать вместе. Не то, что вот я один решил, я это сделал, а второму даже не сказал. Нет, семья – это действительно, когда мы все вместе, когда мы вместе что-то делаем, когда мы вместе проводим какое-то время. Потому что, да, мы все люди, у нас у всех есть какие-то дела, какая-то работа, увлечение, но семья – это то, что дал нам Бог, что каждому из вас дал Господь. И важно, чтобы ваши семьи, чтобы семья каждого из вас вместе с вами ходила в церковь. Если вы чем-то увлекаетесь своих детей, вы также увлекаетесь этим. Потому что детям, потому что женам нужны не столько наши деньги, не сколько там что-то, но наше время, когда мы все вместе, всей семьей мы проводим время. То есть мы куда-то идем, мы что-то делаем. И именно через это семья созидается. Это помогает семье выстоять и всегда быть действительно крепкой. И тогда приходит в семью благословение и счастье. И это так, и мы опять с вами вернемся к Адаму и Еве. И очень интересную тему, очень интересный аспект коснулся Дима, что мы чаще в наших семьях должны быть вместе. Чаще муж и жена должны иметь общее какое-то время. Ведь если бы Адам больше уделял времени Еве, то он бы точно знал, где в тот момент она находилась. И с кем она общалась. И что именно разделило их с Богом. Именно общение Евы со змеем. Она находилась там одна. Адама рядом не было. Что делал Адам? Где он находился? И знаете, думал ли он о том, где сейчас его жена? И что сейчас она делает? Если бы они всегда находились вместе, то дьяволу, я думаю, я уверен, что тяжелее бы было разрушить их взаимоотношения с Богом. И то, что, знаете, на самом деле вот эта тема о семье, это очень, знаете, очень актуальная и фундаментальная тема. Очень фундаментальная тема, включающая в себя много аспектов. Ведь очень часто родители не имеют взаимопонимания со своими детьми. И вот эта философская тема отцы и дети, когда вот это разделение есть, когда отцы осуждают своих детей, родители осуждают своих детей и говорят, вот в наше время мы были не такими, и так далее. А дети, соответственно, осуждают и стесняются своих родителей, из-за чего, потому что они им кажутся уже устаревшими, уже как бы, знаете, не модными. И вот это все, я думаю, что имеет свои корни в аду. В аду, потому что взаимоотношения родителей и детей, это, наверное, самая важная тема, самый важный аспект, которому должны уделять свое внимание отцы в своих семьях. Здесь как раз вот именно отношения родителей и детей. И вообще между мужем и женой точно так же. Очень важно, чтобы были одни и те же ценности в семье. То есть если для мужа ценностью является вера, например, вера в Господа, именно церковь, а для жены это не является ценностью, то, естественно, у них будет разлад. То есть очень важно, чтобы муж и жена имели именно в жизни вот эти одни ценности, одну веру. Вместе посещали церковь, в одно служение. Это было бы вообще самое замечательное. То есть, допустим, когда наши дети родились, мы с Настей принесли их и за них молились, по Мазанам Елере благословлялись священники. Это замечательное время и очень важный момент в жизни. И мы обоих сыновей приносили в церковь, благословляли. Они растут и учатся в воскресной школе в церкви. И не так давно наш старший сын принял водное крещение. Это действительно огромное, замечательное событие для нас. То есть это говорит о том, что старший сын дает обещание Господу, что он будет жить для него, посвящать свою жизнь ему. И знаете, это действительно радость для нас, как для родителей, что наш сын будет уже иметь те же ценности, которые имеем мы. И мы старались передавать ему эти ценности. И я хотел бы говорить сейчас к отцам. Я хотел бы напомнить всем мужчинам, всем мужьям, всем отцам, всем телезрителям канала ТБН о том, что отец и муж и мужчина, во-первых, в своей семье ты священник. Ты священник в своей семье, своим детям и своей жене. Мы каждый вечер, каждый наш день оканчиваем общей молитвой отче наш, который учил Господь своих учеников. И это очень сильно объединяет семью, когда вы собираетесь для общей молитвы. Хотя бы один раз в день собирайтесь, и не отпускайте своих детей в школу, и не отпускайте своих детей в бед родительского именно благословения утром. Потому что родительское благословение – это, наверное, самые сильные молитвы, которые только существуют на этой земле. И Бог, я думаю, с удовольствием слушает утренние родительские благословения, когда вы возлагаете свои руки на ваших детей, и отпускаете их под Божьей защитой, и отпускаете их под Божьим благословением в их учебные заведения, или, знаете, именно туда, куда они уходят утром. Вы знаете, вот замечательно, направление приняла наша беседа сегодня. Я хотела рассказать одну историю, которая произошла не так давно. Знаете, когда мы беседуем с людьми, мы не вот чтобы каждую секунду говорим, ты знаешь, Библию открой и так далее. Мы просто общаемся с людьми, и видя наши семьи, видя наши взаимоотношения, видя взаимоотношения с детьми, они сами задаются вопросом, как вы строите такие отношения, в чем секрет? В чем секрет успеха, как бы секрет счастья в вашей семье? Естественно, мы прекрасно понимаем, что залог нашего счастья – это Господь, потому что без Него наши семьи бы разрушились. И знаете, я беседовала с одной женщиной, которая в браке 30 лет, муж старше ее на 30 лет, на 20 лет, неважно. И знаете, что она… 10 лет больше, 10 лет меньше. Да, она просто поделилась, не знаю почему, она говорит, я сама не знаю, никому об этом не говорила, но у нее были мысли о разводе. После 30 лет брака мысли о разводе, и она не знала, как найти выход из этой ситуации. Просто он стал ей неинтересен, просто что-то пошло, и она говорит, я не могу, я начинаю срываться на него, какая-то появляется агрессия, я не могу себя сдерживать. И я не стала говорить ей какие-то, знаете, умные вещи, психологические и так далее. Я просто вспомнила историю, как другая женщина делилась со мной и рассказала, что у нее был очень серьезный, тяжелый, тяжелейший период в жизни. И она просто зашла в комнату, и говорит, я взяла подушку, и думаю, сейчас я прокричусь в подушку. Есть такой момент. И когда она начала кричать в подушку, рядом в этой комнате находилась собака. И понимаете, вот всю боль, всю горечь она просто выкрикнула, и все это было в атмосфере. И собака после этого, ну, мне очень жалко зверка, но она очень серьезно заболела. Просто они ее стали выхаживать, и она была близка к смерти. А если бы она вот это все на мужа, так сказать, выпуснула? Вот, к тому я и говорю, понимаете, когда мы разговаривали, вот эта женщина, я просто рассказала вот эту историю, и она говорит, Наташа, вот просто ты сейчас рассказала эту историю, а я взяла это, я поняла, в чем моя проблема. Я начала просто негативные вещи говорить своему мужу. Может быть, он стал стареть, может быть, как-то нет уже таких интересов, как раньше, он не такой молодой, но она не протянула руку помощи своими словами. Ведь мы нуждаемся в том, чтобы друг друга подбадривать, вдохновлять, веселить иной раз, да, вот для того, и семья сегодня говорили об этом. И, понимаете, я благодарю Бога за то, что даже в простой беседе Господь может использовать наши уста, какие-то простые истории, чтобы спасти семью от краха и принести им счастье. И я хотел бы сейчас молиться вместе с телезрителями канала ТБН за сохранение семей, за то, чтобы в наших домах был мир. Когда Господь входил, и Он так учил своих учеников, когда входите в какой-то именно дом, говорите мир этому дому. И очень важно сегодня, чтобы мир был в ваших семьях, в наших домах. И я молюсь Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы был мир, чтобы был мир во всех домах телезрителей канала ТБН, чтобы был мир в семьях, чтобы был мир во взаимоотношениях, чтобы был мир, Господи Иисус мой, в наших сердцах. И пусть Дух Святой сегодня сделает чудеса в домах и семьях. И если семьи находятся на грани развала и развода, Господи, отмени это все во имя Иисуса Христа. Пусть мысли изменятся, пусть желания изменятся, пусть Господне чудо, Господне благословение изменит сейчас ваше решение. И мы коснулись темы развода, и в Евангелии Господь говорил одним людям, вот в мире сегодня люди разводятся, и есть вот такое, что, ну, если вы не сошлись характерами, как есть вот такая, знаете, вот такая ложь из ада, или еще что-то, ну, разведитесь. Ну, и даже иногда родители советуют своим, знаете, детям, своим дочам, что, да, разведись, да, нечего уже ждать, нечего уже терпеть. Господь сказал о том, что, что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. Когда создается семья, семья создается на небесах. И как он сказал Адаму и Еве, что вы теперь не двое, но уже одно. Так он говорит каждой семье, так он говорит мужу и жене в любом городе, в любом, знаете, именно в любой локации нашего земного шара, что когда создается семья, это очень ценно. И заметьте, дьявол атакует семью, потому что дьяволу не нужны счастливые люди, дьяволу не нужны счастливые дети, дьяволу не нужны дети, которые вырастут и создадут свои счастливые семьи. И именно из-за этого он разрушает семьи. Но Господь говорит о том, что разводиться нельзя, надо любыми силами, любыми, знаете, какими-то усилиями сохранять семью. И если вы ссоритесь, если есть какие-то разногласия и так далее, Библия учит нас, что до захода солнца, до захода солнца мы должны наладить наши взаимоотношения. Кто-то должен уступить, кто-то должен сказать, слушай, пусть я не согласен, но я люблю тебя, я люблю тебя, я хочу, чтобы у нас в доме был мир и было счастье в наших взаимоотношениях, и поэтому я уступаю. И, знаете, очень важно сегодня осознавать именно опасность разводов. Опасность разводов и еще очень, знаете, сегодня такая вот актуальная тема создания нетрадиционных семей. Когда там совершенно неясно, есть мама и мама, есть папа и папа. Нету, как вот именно Господь создал, да, нету мужчины и женщины, но есть мужчина-мужчина, женщина-женщина, и они называют себя семьей. Это не семья, это ложь из ада, которую Господь однажды осудил в Содоме и Гаморе. И сегодня, когда, знаете, даже эти люди, может быть, называют себя верующими, они даже, может быть, ходят в церковь, им дают усыновлять детей. Я считаю, и это мое личное убеждение, основанное на Священном Писании, это грех, это вызов Богу, это то, чего нельзя допускать. Это не является семьей, это не является тем, что создал Бог, это является извращением, и это не угодно Богу, и Он это осуждает. Сегодня мы говорим о семье, мы сегодня говорим о том, что нужно поддерживать атмосферу любви, атмосферу доверия в семье, это очень важно. И, знаете, в христианских кругах ходит такая история о ведре. Вы, наверное, слышали такую историю о ведре. Когда муж заходит в дом, он открывает дверь, и вдруг там стояло ведро полной воды, потому что жена в этот момент мыла пол, и, конечно же, ведро падает, все разливается, и он заходит, и вот такое молчание. И кажется, как бы мы в этой ситуации отреагировали. Но у них произошло все замечательно по христианскому сценарию. Он начал извиняться, дорогая, прости, я не знал, что ты убираешься, я не видел это ведро. Жена подбежала, говорит, господи, прости меня, дорогой, потому что я не знал, что ты сейчас войдешь. Понимаете, вот это сценарий любви, сценарий взаимного извинения. Это сценарий любви, но часто так не бывает. Часто так не бывает. И некоторые, знаете, вот создают вот такую иллюзию, что в христианских семьях нет разногласий, что христиане всегда извиняются, что у христиан все, вот, знаете, гладь, тишь и так далее, и у нас нет эмоций. Как оказывается, у нас есть только одна эмоция, это доброта, это такая, знаете, вот какая-то вот улыбчивость, и всегда извините и так далее. Муж только что сменил паркет. Он делал это очень долго. Он копил, и он работал на то, чтобы сменить паркет. И вот тут кто-то поставил ведро, кто-то поставил ведро с водой прямо перед дверью. И этот кто-то должен был понимать, что эта дверь может открыться, и ведро может разлиться, и паркет будет испорчен. Работа, деньги, и так это все заново. И, конечно же, он скажет, извини меня, дорогая, что я задел ведро, которое кто-то поставил. К этому нужно стремиться. К этому надо стремиться, да. Я бы хотела вернуться к детям. Знаете, дети – это самое дорогое, что есть в нашей жизни. И мы, конечно, хотим их всегда защитить, оберечь от какого-то зла, но мы не всегда находимся рядом с ними. Но, как мы говорили уже, родительская молитва имеет огромную силу. Знаете, может быть, ваши дети уже сейчас выросли и не хотят служить вас, да, но вы можете молиться за них. Меня всегда вдохновляет эту историю мам, которые вымолили своих сыновей, которые, может быть, уже были в тюрьме или там какие-то наркотиками, но просто мамы молились за них годами. Это было не один день, может быть, не один год. Но Господь слышит эти молитвы. Они очень ценны. Родительская молитва имеет огромную силу. Поэтому молитесь всегда за своих детей. Пусть Господь благословит ваших детей и сохранит их от всякого зла. Что немаловажно, Библия учит нас не раздражать наших детей. Не раздражать. Очень часто мы имеем, знаете, опыт, мы имеем жизненный опыт, и мы весь наш жизненный опыт хотим взвалить на наших детей, которые живут рядом с нами. И, знаете, мы начинаем быть чересчур назойливыми, но мы должны понимать, что все то количество нашего опыта, оно просто не может уместиться вот за один день или даже за неделю, или даже за год в наших детей. И поэтому мы настойчивее и настойчивее начинаем впихивать в них наш опыт. Но Библия говорит, что отцы, не раздражайте своих детей. Не надо раздражать, не надо терять именно связь между детьми и родителями. И в чем часто виноваты мы, родители, к большому сожалению. И на самом деле эта тема, вот о детей, которую коснулась Лена, это очень важная, я думаю, тема. И если вы сегодня имеете какие-то разногласия с вашими детьми, если иногда мы слышим, да, такие истории, когда дети говорят, я тебя ненавижу своей матери или своему отцу, да не будет так в ваших семьях, да не будет так в ваших домах с вашими детьми, да не будет разногласий, да не будет раздраженных детей в ваших домах. Откуда бы вы нас сегодня не смотрели, с какого бы континента, с какого бы государства вы нас сегодня не смотрели, мы молимся вместе с вами за ваших детей, мы молимся вместе с вами за ваши семьи, мы молимся вместе с вами о том, чтобы Бог всячески, всячески, всячески благословлял и наполнял миром ваши дома, ваши сердца, ваши взаимоотношения, и пусть Божье благословение не иссякает для всех телезрителей канала ТБН. Пусть Божий мир и Божья милость не оставляют вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok